Захотев и есть, я усмотрел поблизости небольшой ресторан. И хотя трудно было пробиться в хмельной тесноте входа, я кое-как протиснулся внутрь. Все столы, проходы, места у буфета были заняты. Яркий свет, табачный дым, песни среди шума и криков совершенно закружили мое внимание. Найти место присесть было так же легко, как продеть канат в гольное отверстие. Вскоре я отчаялся сесть, но была надежда, что освободится фуд пространства возле буфета, куда этот час и устремился, когда это случилось. И начал есть стоя, сам наливая себе из наспех откупоренной бутылки. Обстановка не располагала задерживаться. В это время за спиной раздался шум спора. Неизвестный человек расталкивал толпу, протискиваясь к буфету и отвечая наглым смехом на возмущение посетителей. Едва я осмотрелся в него, как, бросив есть, выбрался из толпы, охваченный внезапным гневом. Этот человек был Синкрайт. Пытаясь оттолкнуть меня, Синкрайт бегло оглянулся. Тогда, задержав его взгляд своим, я сказал, Добрый вечер! Мы еще раз встретились с вами. Увидев меня, Синкрайт был так испуган, что попятился на толпу. Одно мгновение весь его вид выражал страстную и мучительную тоску. Желание бежать, скрыться, хотя в этой тесноте бежать, смогла бы разве лишь кошка? Фу, фу, сказал он наконец, отирая под козырьком лоб тылом руки. Я весь дрожу. Как я рад, как счастлив, что вы живы. Я не виноват, клянусь, это Гес. Ради Бога, выслушайте, и вы все узнаете. Какая это была безумная ночь. Будь проклят, Гес. Я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем. Я не сказал ему еще ничего. Я только смотрел. Но Синкрайт, схватив меня за руку, говорил все испуганнее, все громче. Я отнял руку и сказал, выйдем отсюда. Конечно, конечно, я всегда. Он ринулся за мной, как собака. Его потрясению можно было верить тем более, что на бегущей, как я узнал от него, ожидали и боялись моего возвращения в догон. Тогда мы были от догона на расстоянии всего 50 с небольшим миль. Один бутлер думал, что может случиться худшее. Я повел его за поворот угла в переулок, где, сев на ступенях запертого подъезда, выбил из Синкрайта всю умственную и словесную пыль относительно моего дела. Как я правильно ожидал, Синкрайт, видя, что его не ударили, скоро оправился, но говорил так почтительно, так подобострастно и внимательно, выслушал малейшее мое замечание, что эта пламенная бодрость дорого обошлась ему. Произошло следующее. С самого начала, когда я сел на корабль, Гест стал соображать, каким образом ему от меня отделаться, удержав деньги. Он строил разные планы. Так, например, план объявить, что бегущая по волнам отправится из догона в Сумат. Гест думал, что я не захочу далекого путешествия и высажусь в первом порту. Однако такой план мог сделать его смешным. Его настроение после отплытия из Лиса стало очень скверным, раздражительным. Он постоянно твердил, будет неудача с этим проклятым Гарвием. Я чувствовал его нежную любовь, сказал я, но не можете ли вы объяснить, отчего он так меня ненавидит? Клянусь вам, не знаю, скричал Синкрайт. Может быть, трудно сказать. Он, видите ли, суеверен. Хотя мне ничего не удалось выяснить, но я почувствовал умолчание. Затем Синкрайт перешел к скандалу. Гест поклялся женщинам, что я приду за стол, так как дамы во что бы то ни стало хотели видеть таинственного, по их словам, пассажира, и дразнили Геста моим презрением к его обществу. Та женщина, которую ударил Гест, держала пари, что я приду на вызов Синкрайта. Когда этого не случилось, Гест пришел в ярость на всех и на все. Женщины плыли в Гельгью. Теперь они покинули судно. Бегущая пришла вчера вечером. По словам Синкрайта, он видел их первый раз и не знает, кто они. После сражения Гест вначале хотел бросить меня за борт, и стоило больших трудов его удержать. Но в вопросе о шлюпке капитан рвал и метал. Он помешался от злости. Для успеха этой затеи он готов был убить сам себя. Здесь, говорил Синкрайт, то есть когда вы уже сели в лодку, Бутлер схватил Геста за плечи и стал трясти, говоря, опомнитесь, еще не поздно, верните его. Гест стал как бы отходить. Он еще ничего не говорил, но уже стал слушать. Может быть, он это и сделал бы, если бы его крепче прижать. Но тут явилась дама. Вы знаете, Синкрайт остановился, не зная, разрешено ли ему тронуть этот вопрос. Я кивнул. У меня был выбор спросить, откуда появилась она. И тем, конечно, дать повод счесть себя лжецом или поддержать удобную простоту догадок Синкрайта. Чтобы покончить на втором, я заявил. Да, и вы не могли понять. Ясно, сказал Синкрайт. Она была с вами. Но как? Этим мы все были поражены. Всего минуту она и была на палубе, когда стало нам дурно от испуга. Что было думать обо всем этом? Гест снова сошел с ума. Он хотел задержать ее. Но как-то произошло так, что она миновала его и стала у трапа. Мы окаменели. Гест велел спустить трап. Вы отъехали с ней. Тогда мы кинулись в вашу каюту. И Гест клялся, что она пришла к вам ночью в лисе. Иначе не было никакого объяснения. Но после всего случившегося он стал так пить, как я еще его не видел и твердил, что вы все подстроили с умыслом, который он узнает когда-нибудь. На другой день не было более жалкого труса под мачтами сего света, чем Гест. Он только и твердил, что о тюрьме, каторжных работах и двадцать раз в сутки учил всех. Что и как говорить, когда вы заявите на него. Матросам он раздавал деньги, поил их, обещал двойное жалование, лишь бы они показали, что вы сами купили у него эту шлюпку. — Синкрайт, — сказал я после молчания, в котором у меня наметился недурной в это время план. — Полезные бичи, вы крепко ухватились за дверь, когда я ее открыл. — Клянусь, — начал Синкрайт и умолк. На первом моем движении я продолжал. — Это было, а потому бесполезно извиваться. Последствия не требуют комментариев. Я не упомяну о вас на суде при одном условии. Говорите, ради Бога, я сделаю все. Хорошо, условие совсем нетрудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь. Готов промолчать хоть сто лет? Да. Простите меня. Так, где Гез? На судне или на берегу? Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и пар». Если вам угодно, я провожу вас к нему. Думаю, что разыщу сам. Ну, Синкрайт, пока что наш разговор кончен. Может быть, вам нужно еще что-нибудь от меня? Поменьше пейте, сказал я, немного смягченный его испугом и рабством, а также оставьте Геза. Клянусь, начал он, но я уже встал. Не знаю, продолжал он сидеть на ступеньках подъезда или вышел в кабак. Я оставил его в переулке и вышел на площадь, где у стола около памятника не застал никого из прежней компании. Я спросил Кука, на что получил указание, что Кук просил меня идти к нему в гостиницу. Движение уменьшалось. Толпа расходилась, двери запирались. И с сумерек высоты смотрела на засыпающий город, бегущая по волнам. И я простился с ней, как с живой. Разыскав гостиницу, куда меня пригласил Кук, я был проведен к нему. Застав его в постели, при шуме Кук открыл глаза, но они снова закрылись. Он опять открыл их, но все равно спал. По крайнему усилию этих спящих, тупо открытых глаз, я видел, что он силится сказать нечто любезное. Усталость, надо быть, была велика. Обессилев, Кук вздохнул, пролепетал, узнав меня, устраивайтесь, и с треском завалился на другой бок. Я лег на поставленную вторую кровать и тотчас же закрыл глаза. Тьма стала валиться вниз. Комната перевернулась, и я почти тотчас же заснул. Ложась, я знал, что усну крепко, но встать хотел рано. И это желание рано встать бессознательно разбудило меня. Когда я открыл глаза, память была пуста, как после обморока. Я не мог поймать ни одной мысли до тех пор, пока не увидел выпеченную нижнюю губу спящего Кука. Тогда смутное прояснилось, и, мгновенно восстановив событие, я взял со стула часы. На мое счастье было всего половина десятого утра. Я тихо оделся и, стараясь не разбудить своего хозяина, спустился в общий зал, где потребовал крепкого чая и письменные принадлежности. Здесь я написал две записки. Одну Бичи Сенуэль, уведомляя ее, что Гесс находится в Гельгью, с указанием адреса, вторую проктору, с просьбой вручить мои вещи посыльному. Не зная, будет ли удобно напоминать Дези о ее встрече со мной, я ограничился для нее в этом письме простым приветом. Отправив записки через двух комиссионеров, я вышел из гостиницы в парикмахерскую, где пробыл около получаса. Время шло чрезвычайно быстро. Когда я направился искать Геза, было уже четверть одиннадцатого. Стоял знойный день. Не зная улиц, я потерял еще около двадцати минут, так как по ошибке вышел на набережную в ее дальнем конце и повернул обратно, опасаясь, что Гесс уйдет по своим делам или спрячется, если Синкрайт не сдержал клятвы. А более всего этого желая определить Бича ради придуманного мной плана ущемления Геза, сделав его уступчивым в деле корабля Синуэль, я нанял извозчика. Вскоре я был у гостиницы «Парус и пар», белого грязного дома, стеклянной галереи второго этажа, лавками и трактиром внизу. Вход вел через ворота. Налево по темной и крутой лестнице я остановился на минуту собрать мысли и услышал торопливые догоняющие меня шаги. «Остановитесь», — сказал запыхавшийся человек. Я обернулся. Это был Бутлер с его тяжелой улыбкой. «Войдемте на лестницу», — сказал он. «Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы уехали, и облегченно вздохнул. Можете мне не верить, если хотите». «Побежал догонять вас. Страшное, гнусное дело. Что говорить? Но нельзя было помешать ему. Если я в чем виноват, то в том, почему ему нельзя было помешать. Вы понимаете? Но все равно. Но я был на вашей стороне. Это так. Впрочем, от вас зависит, знаться со мной или смотреть, как на врага. Не знаю, был бы я рад встретить его или нет. Главное сомнение боролось во мне, бессознательным доверием к его словам. Я сказал, его рано судить. Слова Бутлера звучали правильно. В них был и горький упрек в себе, и искренняя радость видеть меня живым. Кроме того, Бутлер был совершенно трезв. Пока я молчал, за фасадом, в глубине огромного двора, послышались шум, крики, настойчивые приказания. Там что-то происходило. Не обратив на это особого внимания, я стал подниматься по лестнице, сказав Бутлеру, «Я склонен вам верить. Но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен гесс. Будьте добры указать, где его комната. И уйдите, потому что мне предстоит очень серьезный разговор». «Хорошо», — сказал он. «Вот идет женщина. Узнаем, проснулся ли капитан. Мне надо ему сказать всего два слова. Потом я уйду». В это время мы поднялись на второй этаж и шли по тесному коридору с выходом на стеклянную галерею слева. Направо я увидел ряд дверей, четыре или пять, разделенные неправильными промежутками. Я остановил женщину, толстая, крикливая особа, лет сорока, с повязанным платком и щеткой в руках. Узнав, что мы справляемся, дом Олегес, бешено показала на противоположную дверь в дальнем конце. «Дома ли он? Не хочу. И не хочу знать», — объявила она, быстро заталкивая пальцами под платок выбившиеся грязные волосы и приходя в возбуждение. «Ступайте сами и узнайте. Но я к этому подлецу больше ни шагу». «Как он на меня гаркнул вчера? Свинья и подлец, ваш Гесс! Я думала, он в меня стукнет. Ступайте вон!» «Это мне!» «Дома?» — закончила она, свирепо вздохнув. «Уже стрелял, понимаете? А на звонки я не иду. Черт с ним! Так он теперь стреляет в потолок! Да! Это он требует, чтобы пришли! Недавно опять пальнул. Идите, и если спросит, «Не видели ли вы меня, можете сказать, что я ему не слуга?» «Там женщина!» — прибавила толстуха. «Развратник!» Она скрылась. Махая щеткой, я посмотрел на Бутлера. Он стоял задумчиво, разглядывая дверь. За ней было тихо. Я начал стучать. Вначале, постучав негромко, потом с силой, дверь шевельнулась, следовательно, была не на ключе. Но нам никто не ответил. «Стучите громче!» — сказал Бутлер. Он верно снова заснул. Вспомнив слова прислуги о женщине, я пожал плечами и постучал опять. Дверь открылась шире. Теперь между ней и притолокой можно было проснуть руку. Я вдруг почувствовал, что там никого нет. И сообщил это Бутлеру. «Там никого нет!» — подтвердил он. «Странно, но правда!» «Ну что же, давайте откроем!» Тогда я, решившись, толкнул дверь, которая, отойдя, ударилась в большой шкаф и вошел, крайне пораженный тем, что Гесс лежит на полу. «Да!» — сказал Бутлер, после молчания, установившего смерть. Можно было стучать громче или тихо. Все равно. Пуля в лоб. Точно так, как вы хотели. Я подошел к трупу, обойдя его издали, чтобы не ступить в кровь, подтекавшую к порогу из простреленной головы Геза. Он лежал на спине, у стола, посередине комнаты, наискось к входу. На нем был белый костюм. Согнутая правая нога отвалилась коленом к двери. Расставленные и тоже согнутые руки имели вид усилия приподняться. Один глаз был наполовину открыт, другой, казалось, высматривает из-за неподвижных ресниц. Гез, растекавшаяся по лицу и полу кровь, не двигалась, отражая, как лужа, соседний стул. Рана на переносице слегка припухла. Гез умер не позже получаса, может быть, часа назад. Большая комната имела неубранный вид. На полу блестели револьверные гильзы, диван с валяющимися на нем газетами, пустые бутылки по углам, стаканы и недопитая бутыль на столе. Среди сигар, галстуков и перчаток у двери темный старинный шкаф, в бок которому упиралась железная койка с наспех наброшенным одеялом. Вот все, что я успел рассмотреть, оглянувшись несколько раз. За головой Геза лежал револьвер. В задней стене за столом было раскрытое окно. Дверь, стукнувшись о шкаф, отскочила, начав медленно закрываться сама. Бутлер, заметив это, распахнул ее настиж и укрепил. «Мы не должны закрываться», – резонно заметил он. «Ну что же, следует идти звать, объявить, что капитан Гез убит. Убит или застрелился. Он мертв». «Ни он, ни я» не успели выйти. С двух сторон коридора раздался шум. Справа кто-то бежал, слева торопливо шли несколько человек. Бежавший справа, дородный мужчина с двойным подбородком и угрюмым лицом заглянул в дверь. Его лицо дико скакнуло, и он пробежал мимо, махая рукой к себе. Почти-то сейчас же он вернулся и вошел первым. Благоразумие требовало не проявлять суетливости, поэтому я остался, как стоял у стола. Бутлер, походив, сел, он был сурово бледен и нервно потирал руки. Потом он встал снова. Первым, как я упомянул, вбежал дородный человек. Он растерялся. Затем среди разом нахлынувшей толпы, человек пятнадцати, появилась молодая женщина или девушка в светлом полосатом костюме и шляпе с цветами. Она тесно была окружена и внимательно, осторожна, спокойно. Я заставил себя узнать ее. Это была Бичи Сенуэль, сказавшая, едва вышла и заметила, что я тут. Эти люди мне неизвестны. Я понял. Должно быть. Это понял и Бутлер, видевший у Геза совершенно схожий портрет, так как испуганно взглянул на меня. Итак, поразившись, мы продолжали ее не знать. Она этого хотела. Стало быть, и имела к тому причины. Пока, среди шума и восклицаний, которыми еще более ужасали себя все эти ворвавшиеся и содрогнувшиеся люди, я спросил Бичи взглядом. Нет. Сказали ее ясные, строго покойные глаза. И я понял, что мой вопрос просто-просто нелеп. В то время, как набившаяся толпа женщин и мужчин, часть которых стояла у двери, хором восклицала вокруг трупа. Бичи, отбросив с дивана газеты, села и слегка, стесненно вздохнула. Она держалась прямо и замкнута. Она постукивала пальцами о ручку дивана. Потом, с выражением осторожно переходящей грязную улицу, взглянула на Геза и, поморщась, отвела взгляд. «Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице», объявил высокий человек в жилете, без шляпы, с худым, жадным лицом. Он толкнул красную от страха жену. «Вот то же самое скажет жена. Эй, хозяин, Гарден, мы оба задержали ее на лестнице. А вы кто такой?» осведомился Гарден, оглядывая меня. Это был дародный человек, убежавший первым. Женщина, встретившая нас в коридоре, все еще была со щеткой. Она выступила и показала на Бутлера, потом на меня. Бутлер и тот джентльмен пришли только что. Они еще спрашивали, дома ли Гез? «Ну вот, только зайти сюда». «Я помощник убитого», сказал Бутлер. «Мы пришли вместе, постучали, вошли и увидели. Теперь внимание всех было сосредоточено на биче. Вошедшие объявили Гардену, что пробегавший по двору мальчик заметил соскочившую из окна на лестницу нарядную молодую даму. Эта лестница, которую я увидел, выглянув в окно, вела под крышу дома, проходя наискось вверх стены. И на небольшом расстоянии под окном имела площадку. Бичи сделала движение, сойдя вниз. Затем поднялась наверх и остановилась за выступом фасада. Мальчик сказал об этом вышедшей во двор женщине. Та позвала мужа, работающего в сарае. И когда они оба направились к лестнице, послышался выстрел. Он раздался в доме. Но где, свидетели не могли знать. Бичи уже шла внизу, мимо стены, направляясь к воротам. Ее остановили. Еще несколько людей выбежали на шум. Бичи пыталась уйти. Задержанная, она не хотела ничего говорить. Когда какой-то мужчина вознамерился схватить ее за руку, она перестала сопротивляться и объявила, что вышла от капитана Геза, потому, что она была заперта в комнате. Затем все поднялись в коридор и теперь не сомневались, что поймали убийцу. Пока происходили все это объяснения, я был так оглушен, сбит и противоречив в мыслях, что, хотя избегал подолгу смотреть на Бичи, все же еще раз просил ее взглядом, незаметно для других. Это час ее взгляд мне точно сказал нет. Впрочем, довольна было видеть ее безыскусную чуждость происходящему. Я подивился этому возвышенному самообладанию в таком месте и при подавляющих обстоятельствах все, что говорилось вокруг, она выслушивала со вниманием, видимо, больше всего стараясь понять, как произошла неожиданная трагедия. Я подметил некоторые взгляды, которые как бы совестились останавливаться на ее лице. Так было оно не похоже на то, чтобы ей быть здесь. Среди общего волнения за стеной раздались шаги. Люди, стоявшие в дверях, отступили, пропустив представителей власти. Вошел комиссар, высокий человек в очках, с длинным деловым лицом, за ним врач и два полисмена. «Кем был обнаружен труп?» спросил комиссар, оглядывая толпу. «Я», а затем Бутлер сообщили ему о своем мрачном визите. «Вы останетесь». «Кто хозяин?» «Я». Гарден принес к столу стул и комиссар сел. Растая в колено и опустив между них сжатые руки, он некоторое время смотрел на Геза. В то время, как врач, подняв тяжелую руку и помяв пальцами кожу лба убитого, констатировал смерть, последовавшую, по его мнению, не позднее получаса назад. Худой человек в жилете снова выступил вперед и, указывая на бичи Сенуэль, объяснил, при появлении полиции бичи не изменило положение, лишь взглядом напомнило мне, что я не знаю ее. Теперь она встала, ожидая вопросов. Комиссар встал, причем по выражению его лица было видно, что он признает редкость такого случая в своей практике. «Прошу вас сесть», сказал комиссар, «я обязан составить предварительный протокол. Объявите ваше имя». «Оно останется неизвестным», ответила бичи, садясь на прежнее место. Она подняла голову и начала было краснеть, прикусила губу. Комиссар сказал, «Хозяин, удалите всех, останутся вы, дама и вот эти два джентльмена. Неизвестно, объясните ваше поведение и присутствие в этом доме». «Я ничего не объясню», вам сказала бичи, так решительно, хотя мягким тоном, что комиссар с особым вниманием посмотрел на нее. «В это время все, кроме бичи, гардена, меня и бутлера, покинули комнату. Дверь закрылась, за ней слышны были шепот и осторожные шаги любопытных». «Вы отказываетесь отвечать на вопрос?» спросил комиссар, «Стой доза официального сожаления к молодости и красоте главного лица сцены, какая была отпущена ему характером его службы». «Да». Бича кивнула. «Я отказываюсь отвечать, но я желаю сделать заявление, я считаю это необходимым. После этого вы или прекратите допрос, или он будет продолжаться у следователя. Я слушаю вас». «Конечно, я не причастна к этому несчастью или преступлению. Ни здесь, ни в городе нет ни одного человека, кто знал бы меня». «Это все?» сказал комиссар, записывая ее слова. «Или может быть, подумав, вы пожелаете что-нибудь прибавить? Как вы видите, произошло убийство или самоубийство? Мы пока что не знаем. Вас видели спрыгнувшей из окна комнаты на площадку наружной лестнице. Поставьте себя на мое место. В смысле отношения к вашим действиям». «А неподозрительный», сказала девушка, с видом человека, тщательно обдумывающего каждое слово. «С этим ничего не поделаешь, но у меня есть свои соображения, есть причины, достаточны для того, чтобы скрыть имя и промолчать о происшедшем со мной. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынужден дать свое очень несложное показание, но объявить, кто я, теперь совсем тем, что вынуждено меня явиться сюда вынудило, мне нельзя, у меня есть отец, 80-летний старик, у него уже был удар, если он прочтет в газетах мою фамилию, это может его убить, вы боитесь огласки, единственное, кроме того, показания по существу связаны с моим именем, и объявив, в чем было дело, я таким образом все равно, что назову себя, так, сказал комиссар, поддаваясь ее рассудительному, ставшему центром настроения всей сцены тону, но не кажется ли вам, что отказываясь дать объяснение, вы уничтожаете существенную часть дознания, которая, конечно, отвечает вашему интересу, не знаю, может быть, даже нет, в этом-то и голе, я должна ждать, с меня довольна сознание непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе, однако, возразил комиссар, не ждете же вы, что виновный явится и сам назовет себя, это как раз единственное, на что я надеюсь пока, откроет себя, или откроет его, у вас нет оружия, я не ношу оружие, начнем по порядку, сказал комиссар, записывая, что услышал.